Всем привет! Это обзор Gnome 3.10, запущенном на x86 планшете ADEON, операционная система Fedora 20, коденейм Gazing Bug. И сейчас мы посмотрим, насколько Gnome пригоден для использования на планшете. Для начала разблокируем экран. Разблокируется он простым жестом. Сначала все это выглядит достаточно удобно. Ну, первое действие, которое пользователь обычно совершает при использовании планшета, получается к интернету, соответственно. Здесь мы попробуем сейчас подключиться к интернету. Нажимаем на менюшечку красивенькую. Видим Wi-Fi Not Connected. Убираем Select Network. Вот. Убираем, допустим, Wi-Fi Net. Нажимаем Connected. По умолчанию видим, что у нас никакой клавиатуры экранной недоступна. Хорошо. Отменяем. Находим настройки. Долго открываются настройки, конечно. Ну, здесь Atom вместо процессора. Поэтому упростительно. Видим красивенькую менюшечку. iPad Style. Все у нас везде иконочки. Все должно быть красивенько. Ну, естественно, у нас клавиатура должна быть в Universal Access. Заходим в меню. Видим Screen Keyboard. Попробуем ее включить. Включили экранную клавиатуру. Переходим назад. Убеждаемся, что она работает. Выбираем поиск. Допустим, Privacy. Как видим, клавиатура работает. Можно и пользоваться. Автоматически исчезает, когда мы покидаем поле ввода. Закрываем настройки. Снова пытаемся подключиться к интернету. Выбираем Wi-Fi сеть. Жмем Connect. Сразу же видим, что у нас поле ввода пароля, точнее окошечко, перекрывает экранную клавиатуру. То есть верхний ряд клавиш QWERTY нам недоступен. Естественно, у нас возникает такая большая проблема. При использовании планшета. Ну, попробуем туда ввести с беспроводной клавиатуры пароль. У нас здесь вот есть беспроводный модуль Logitech. Подключаемся к интернету. Отлично. Соединение есть. Видим Wi-Fi Net. Здесь еще полосочки регулирования яркости, звука. Даже пикать может. Календарик у нас доступен. Вот. Ну и, соответственно, главное меню Activities. Долго, конечно, загружается. Первый раз. Ну, сейчас все закешируется. Вот. Иконочки в доке совсем маленькие. То есть, на таком разрешении, это 1024 на 600, понять, что изображены на иконочке, довольно сложно. Ну, давайте для начала посмотрим меню приложений всех Show Applications. Вот. Frequent. Здесь частые приложения. All. Все. А, Frequent, Luzed у нас еще не использовано. Ну, хорошо. All. У нас всякие разные утилитки. Все открывается так же красивенько. Свистит, пукает. Вот. Можем открыть Firefox, например. Сейчас попробуем, не знаю, какое-нибудь простое действие выполнить в веб-браузере. Вот появилась радостная страничка. Download Firefox, Fedor Project. Навигация работает странно. То есть, мы вынуждены пользоваться скроу-баром для навигации, поскольку здесь у нас работает выделение текста. Правая клавиша. Я не уверен, что мы можем и воспользоваться здесь, в браузере, длинным тапом. Вот. Тем не менее, допустим, как там у нас можно только выйти, получается. Как-то там можно было... А, вот. Длинный тап. На рабочем столе открывает нам меню. Вот. Но это нас пока не очень интересует. Мы воспользуемся... Попытаемся воспользоваться браузером. Ну, допустим, идем Яндекс. Так, нажимаем ввод. Так, нажимаем ввод. Почему-то у нас не пропадает. Клавиатура не исчезает. Как ее брать, совершенно непонятно. Ну, хорошо. Допустим... Допустим... Ну, введем... Ну, введем Tesla Model S. Выберем. В поиске. Нажмем Search. Tesla Motors. Можем картиночки посмотреть. При этом клавиатура попадать с экрана совершенно не собирается. Она нам закрывает весь обзор. И непонятно вообще, зачем она здесь сейчас присутствует. Хотя она нам практически не нужна. Вот. Разве что вот так можно убрать клавиатуру. Но это, опять-таки, лишние действия. Можем смотреть картиночки. Листать, конечно, ничего не получится. Можно перемещать их. Не знаю. Добавить на панель закладок или открыть в новой вкладке, вытянув. Опять вылезла клавиатура, которую убрать довольно сложно. Соответственно, можно развернуть на пол экрана вправо, на пол экрана влево. И это работает очень медленно. Так, например, сейчас. Отрисовка задерживается. Все очень плохо. Да, я хочу закрыть четыре вкладочки. Я в этом совершенно уверен. Так. Ну. Что еще может потребоваться обычному пользователю? Ну, обычный пользователь может захотеть попробовать в чатике залезть. Здесь у нас есть эмпатия. Как с ним работа будет, я не представляю. Ну, вот он нам сразу предложил. эмпатия аккаунтс. Соответственно, кнопочки connect нам уже не доступны, потому что их перекрыла клавиатура. Отличное решение. Нажимаем плюсик. Не нажимается плюсик. И все вообще как-то очень странно. А! У нас потому что окошечко перекрыло все это. Да, и подвинуть это модальное окошечко мы совершенно никоим образом не можем. Соответственно, нам остается только выйти из эмпатии. Не получилось завести аккаунт. Опять клавиатура нам все перекрыла. ну и с эмпатией мы так и не вышли. Закройся уже. Не хочет закрываться. Однако здесь появились такие же менюшечки как у нас в планшетах присутствуют для выделения копирования текста. например, там ведем что-нибудь тапнем разок нажмем копии не нажимается почему-то странно все это очень выглядит непонятно как этим пользоваться то есть пользователь увидит у нас менюшечку копию а воспользуется совершенно никоим образом невозможно ладно раз он не хочет оно нам сдаваться полезем посмотрим в activities оказывается у нас можно рулить открытыми окошечками закройся ты пожалуй и ты закройся не хочешь закрываться хорошо раз ты не хочешь закрываться полезем на другой рабочий стол на котором окошек открытых пока еще нет в общем с клавиатурой у нас все печально особенно на таких девайсах у которых маленькое разрешение вот мы можем попробовать допустим набить текст хотя бы посмотрим открывается gedit опять мы его тащим я сказал тащим не хочет он тащиться можем попробовать допустим что-нибудь набить и как-нибудь сохранить жмем save там documents можем нажать unsaved document 1 да мы хотим unsaved document 1 теперь попробуем отыскать наш текстовый файлик в файл менеджере впрочем все медленно по-прежнему но спишем все это на медлительность планшета допустим documents unsaved document 1 при длинном тапе у нас как раз возможно перемещение файла как меню вызвать непонятно но утилос приобрел новый вид вообще все приложения в гном стараются экономить место используемое на экране что довольно таки приятно поскольку экраны не безразмерные устройств а контрол как-то надо показывать вообще файл можно выделить и выполнить наверное с ним какие-нибудь действия тут все всякие другие действия можно выполнять можно навигацию осуществлять по папочкам естественно можно закрыть так почему jaded не хочет закрываться нажму save например пробую его закрыть и ничего не получается file close file нельзя выйти здесь можно было выйти хорошо посмотрим что у нас в настройках естественно обои не скучные всякие разнообразные нажала допустим background вылезло окошечко которое не влезает в экран ну нас это не особо волнует можно выбрать картиночку нажать select и она станет фоновой фоновой закроем настройки и увидим что картинка у нас установилась снова заходим в настройки уведомления здесь все предельно понятно экран здесь начинается самое смешное завязаем настройки встроенного дисплея пытаемся его повернуть хотим что у нас планшет с два портретной ориентации применяем все стало как-то криво-косо мы пытаемся сохранить настройки и обнаружим что у повернутого дисплея сенсор не работает вот настройки вернулись обратно как-то печально все это выглядит настройки куда-то пропали экран можно заблокировать появится красивая заставочка которая тремя стрелочками после прикосновения пригласит нас разблокировать экран настройки так и не очнулись хотя нет мышь тачпад настройки настройки совершенно скудные нельзя настроить поведение длинного тапа и прочего-прочего хотя можно это настроить наверное в аквопланшете нет планшета у нас проблема далее что у нас там можно наверное еще раз посмотреть здесь универсал аксесс тайпинг путинг клик маус кейс клик ассист ну особо ничего похожего на то что нам хотелось нет ну в принципе вот так еще и скролинг иногда прыгает скачет все как-то неровно в общем на десктопе может быть оно и выглядело бы красиво но сейчас на планшете оно выглядит совершенно беспомощно хотя может быть хотелось бы лучшего всем спасибо всем пока всем пока